А у нас сейчас нет данных флайт-радара, мы можем рассчитывать только на то, что может быть военное ведомство, которое само себя расследует, нам что-нибудь расскажет. Ну, пока что они нам рассказали, 29 декабря была пресс-конференция, они нам почти ничего не рассказали, но назвали четыре цифры. Эти цифры совершенно не вяжутся друг с другом, о чем я, собственно говоря, и написал. То есть, они сказали про высоту, на которой произошла некая чрезвычайная ситуация 250 метров, скорость, которая была у самолета к этому моменту, 370 километров в час, ну, то есть, примерно 100 метров в секунду. Что найдено, поднято на поверхность за дна моря 2000 фрагментов самолета, 19 тел и 233 фрагмента тел погибших. То есть, если эти цифры вообще реальны, если они реальны, еще раз повторяю, это пресс-конференция, в ходе которой люди рассказали о том, как они сами расследуют то, что у них произошло. Это не очень достоянно. Ну вот, если эти цифры, тем не менее, соответствуют действительности, то получается, что самолет на скорости, которая всего лишь на 30-40% больше, чем посадочная скорость современных самолетов, с очень небольшой высоты, плюхнулся, спланировал, сел на воду, и в результате этого превратился в 2000 обломков. И что совсем удивительно, находящиеся внутри этого самолета, это очень прочный фюзеляж, очень прочная труба. Тела людей превратились в 233 фрагмента. А люди, как мы понимаем, с вами не стеклянные. Они не колются, как стеклянная ваза. Вот это все не похоже совершенно одно на другое. И я, ну, то есть, проанализировав, они все собраны, выложены. Это не очень сложно. В несколько десятков случаев посадок, аварийных посадок самолетов на воду, ничего подобного, даже близко похожего на разрывание человеческих тел в клочья, не нахожу. Это странно, высказано уже много всяких феерических версий, в частности, небезызвестный российский писатель Эдуард Лимонов. Ну, конечно, бред, но даже этот бред, он показателен. Лимонов высказал предположение, что на борту были исламские экстремисты, садисты, террористы, которые изрубили людей в клочья. А потом покончили с собой, да? Да, я же предполагаю, что нечто более тривиальное, а это взрыв. Редактор субтитров А.Семкин